буйнос диас братья и сестры выходной день суббота сегодня день кладоискателя кстати я вас всех поздравляю с праздником днем кладоискателя хороших вам находок друзья интересных экспедиций мы с любым миром выбрались пошурфить едем шульфануть средневековье то место где я там две серии выходила копал посредневековье в общем ем там попробуем зашурфиться в одном месте где было больше всего находок не знаю конечно что с этого всего получится но я думаю что что-то каких-то несколько монет мы все равно найдем бум на месте обрисуем картину там надо будет немножечко расчистить лес потому как там кусты деревья какие-то растут такие не крупные низко низкорослые тонкие общем все расчистим все подготовим взяли с собой грабли пилу чем мы там еще взяли топор топор взял кстати два топора 2 2 топора взял в общем будет нам чем заниматься сегодня времени у нас 11 35 дня и в общем будем посмотреть как пойдет на месте всего покажу смотрите друзья я спешу вам напомнить что по достижению 10000 подписчиков мы проведем розыгрыш на канале и разыграем золотое черняховское украшение из чистого золота поэтому обязательно подписывайтесь на канал нажимайте на колокольчик и ставьте лайки чтобы принять участие в розыгрыше а Субтитры сделал DimaTorzok 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 Вот этот вот Вокруг которого было накопано Много средневековых монет Сейчас мы это все место Расчистим И попробуем здесь Зашурфиться В общем начинаем расчистку Друзья Субтитры сделал DimaTorzok Значит друзья Расчистили мы Вот такую вот площадочку Сейчас оттуда Вот от того пенька Где водичка стоит Начнем Закапываться И будем продвигаться В эту сторону Сюда Нормально поработали Минут 30 И расчистили все Здесь вот находки были Между этими двумя пеньками Сейчас вот это еще Дочистим Уголок этот Немножко И начнем копать Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Прочистили Попитали Уже поехали Сейчас посмотрим Что там Китпоинтер где-то Керамика Керамика Тут нормально Это не керамика Это кусочек камня Золото 74 Это солит 100% Ты чуть-чуть промахнулся Акела промахнулся Где-то в стенке Мне кажется Что-то ты не подготовился Копу Пойду я возьму свой пин И свой прибор Заряженный Заряженный? Не заряженный Я его заряжаю раз в два месяца А он не глубоко должен Где-то здесь Провеет тебя Мне кажется Вот здесь Попробуй Что за фантомы? Там железяка Железяка, да? Вон пряжка Видишь Все находки Будем складывать В одном месте Давай я за своим Скажу Да? Попробую Я как бы просто Ну я к чему веду Что я Просто помню Как они били Эти солиды Там эти Ну большая монета Крупная будет хорошо Бить в любом случае Виолити Крупнейшая в Украине Международная интернет Площадка Для коллекционеров Здесь вы можете Купить Или выставить На продажу Редчайшие предметы Коллекционирования Уникальные Антикварные находки Произведения Искусства Старинные книги И многое другое Виолити Это наилучший вариант Как для опытных Коллекционеров Так и для новичков О любом найденном Предмете Можно спросить На форуме Эксперты Оценят находку Предоставят они Исторические сведения А также укажут Примерную стоимость В магазине Виолити Вы найдете Аксессуары Для коллекционирования Альбомы Холдеры Весы Средства Для чистки Антиквариата И прочие Полезные товары Все это Поможет сохранить Вам ценнейшие Экземпляры В великолепном Состоянии Узнавайте Много нового Интересного Коллекционируйте Историю Вместе с Виолити Ссылки Под видео В описании Пока все Визуальные Находки Ну вот Эту Нашли Копаемся Дальше Дальше Сверху 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 Не надо Не тупай Вот он Смотри Хорошенький Мой Ух ты Смотри Какой классный Прикинь Какой там Монитосик Отлип Серебро Обил вилка Четко Красавчик Прикольный Да Прикольный И состояние Хорошее Вижу Да Вот Говорю Возле Этого Пенька Я все Сейчас Может быть Сюда Чуть Расширимся Вправо Дальше Есть Друзья Закапываем Шурф Докопались До песка Ничего Не вылезло Одна монетка Сейчас Закопаем Это все И поедем С любым Миром Пройдемся По старым Дорогам В общем Вот часть Уже Зарыли Сейчас Еще Эту всю Землю Сгребем Разровняем Все Граблям Еще Подгребем Чуть И Поедем Дальше По старым Дорогам Пройдемся Углубились Мы На сантиметров Не знаю 40 Наверное 50 В общей Сложности Жарковато Правда Я в футболочке Ты в кофте Я вообще Не знаю Как тебе Там Тебе Наверное Вообще Там Капец Вот так Приятно Сотреть На три Вещи Как горит Огонь Как течет Вода И как Кто-то Работает Керамики В общем Мы тут Нарыли Сотрите Сейчас Сейчас Покажу Вот Такую Вот Здоровенную Кучу Керамики Накопали Так Такой Вот Камушек Интересненький Попался Не знаю Даже Что это Такой Природный Просто Просто Природный Камень А может Использовали Его Как Кстати Как Терочник Что-то Могли Тереть Там Натирать Интересный Руки Могли Мыть Как Мыло Керамика Кстати Очень Разная Вот Это Вот Я Подумал Что Вот Это Черняхи Такая Вот Серая Черная Вот Такая Есть Керамика Что Тут Интересного Такого Было Вот Это Я Бы Тоже Подумал Что Это Черняхи Это Не Черняхи Это Средневековье Вот Это Можно Было Подумать Что Черняхи Такие Были Интересные Вот Вообще Слушай Вот это вот мне кажется вообще скифская с 3 ручка тамфора яичко показал вот она вот она ну в общем вот такие вот друзья куски керамики керамика очень разная такое как будто не знаю сколько тут надо было тут даже не знаю тут захочешь не сложишь с этой керамики там она вся разная полностью среди вот такая вот есть средневековье вообще кота камень вот есть даже вот такая вот глянцевая кстати я вот такую вот керамику находил на русевой на русевом городы чем вы зашли я глазами нашел вот такой вот кусочек керамики в морях оса 3 это вообще тут стрит тут рисунок с 3 красненький с этой стороны вещь прикольно ну в общем нарыли трохи керамики это все что глазами вот так вот видели скидывали в кучу прикинь сколько мы еще и это просто землей перекидали вот это вот может даже от одного горшка очень похожи вот такие дела в общем закапываем шурш друзья и увидите пока с вами тут траля ля 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 любомир уже половину взрыв с граблями еще там сгребем эту землю подровняем мою половину мне оставил ладно работаем дальше друзья друзья история повторяется я опять стою втыкаю любомир арбайтон в общем нам чуть-чуть осталось закидать еще граблями растянем это все чтоб трава к это выросла в общем лес зарастет и будет да будет красота пойдем пойдем сейчас пообедаем что-то дай докидаем вот это вот яму осталось зарыть и все вот что значит человек привыкший к работе в селе молодец я еще постою две минуты и ты докидаешь я чувствую давай я помогу ну подождение ладно работает раз те это портал открылся поработать то я не против в общем оставляем после себя нормальное место друзья закапываем ямку ямка у нас да не маленькая так все докапываем идем обедать друзья едем по лесу и по-моему мы приехали я думаю что он твердо не хочешь проверять какое там дно отчеты можно джип чем круче джип тем дальше идти за трактором да но в общем вот такая вот у нас впереди история я думаю что он песчаные дно твердо проверять не хотелось бы да очень едем едем назад едем назад давать здесь по вот этому бугарку попробуем походить до который был и я считаю что можно так вдоль дороги идти там попробую там перейдем где-то здесь пусть машина встань дальше там назад не было нормально вопроса заезда так если какой-то грузовик будет ехать лесовоз лучше где-то припарковаться мне кажется в другом месте все таки оставим не если пойдем по дороге туда в ту сторону прямо ладно днем копать итак друзья докладываю обстановку заехали могут в такой вот лес заросший он конечно очень-очень но можно в принципе походить мы там машину поставили за поворотом за углом я иду так вот вдоль старой дороги и был такой хороший четкий четкий сигнальчик и вот пожалуйста первая находочка на старой дороге пуговичка вывалилась вот такая вот что-то может быть даже средневековая не знаю по периоду не скажу кто понимает пишите в комментариях что-то средневековая думаю может быть такая бронзовая какая-то сейчас иду хочу вот так вот по старой дороге вдоль пройтись с одной стороны с другой тут ручей вот так вот течет впадает дальше в речку в этом вот я иду по дороге в лес особо заходить не хочется потому что стричку лес просто непроходимый сейчас посмотрим если здесь ничего не будет по этой старой дороге может быть мы с любомиром на скифов переедем вот такое пошел искать дальше есть друзья еще один сигналчик рядышком посмотрим что здесь может быть еще одна пуговичка они не пуговичка крышка с подводки вот так вот пуговичка и крышка все рядышком идем дальше друзья значит докладываю обстановку прошел а дальше по дороге нашел несколько интересных холмов и на одном из холмов нашел постараюсь достать кармана чтобы прибор не упал на одном из холмов нашел кусочек скифской керамики сейчас вам покажу значит ой смотрите вот такой вот кусочек нашел но это четко скифы сомнений даже нету по этому поводу что-то скифы вот такая вот скифская керамика значит обходил здесь потому сверху несколько бугров обходил здесь вот этот бугор на котором сейчас стою места очень интересные но зацепиться я не смог зацепиться я не смог и думаю что в это место нужно будет обязательно вернуться позвонил любомир нужно ехать домой есть еще в него там какие-то дела в общем я иду сейчас к машине идти мне метров наверно 500 я думаю может меньше может больше в общем будем собираться ехать домой что хочется сказать по сегодняшнему выезду значит выехали шурфить шурф нам кроме керамики не выдал ничего ну одну монетку мы нашли средневековое серебро попробуем ее почистить но с такой площади как мы с ним прокопали то это можно сказать ни о чем не знаю почему так но в этом месте я накопал много монет почему мы собственно туда и поехали потому что в этом месте накопал много средневековых монет и серебряных и медных ну и захотелось там шурфануть ну вот шурфанули ничего не нашли не знаю что будем делать где копать бум этот лес потихоньку разведывать и это кто-то едет по моему ехал друзья лесник прикиньте остановился поговорил сейчас с ним ли кто-то кормушек понаставлял на кабанов это браконьеры видно такая вот история кто-то браконьеры тоже не спят охотятся прикиньте лесника заставили я так понял кто-то видно нашел эти кормушки и его отправили в разведку проверить что там поискать браконьеров поискать кормушки вообще такая вот ситуация проехал он тут на волынце нормально так такие лужи смотрите просто капец в лесу так хорошо погодка супер о а кстати сейчас вам находочку покажу я тут пока шел по этой дороге нашел сейчас покажу вам нашел интересную находочку наверно заберу ее может быть такое что пригодится где-то вот смотрите лежит щиток от велика заднего брызговичок нормально заберу еще с собой забрал друзья брызговичок в лесу так классно тихо спокойненько кто-то кричит кто-то кричит кто-то кричит наверно не мне может любомерно чувак на волынце встретил такую туже проехал мы на любом мира джипе не рискнули ну есть такая пословица не знаешь брода не лезь в воду поэтому мы не рискнули хотя видно если он проехал значит дно твердое так главное тут не навернуться такая переправа здесь и тут не путану перешел недалеко мне идти осталось метров 50 может быть 60 сейчас приду посмотрим что там любомер по находил интересно уже собрался наверно меня ждет я черепаха ползу долго что ты там дружище а черепаху словил валюты меня ждешь а я черепаха ползу видел этого лесника подъезжалки вот это находка просто класс красавчик где-то день я сделаю превьюшку такую на это о смотри суши ну ты откопался не ну все равно приятно я вот щиток нашел смотрите бедный велик бери ты есть велик чего бери пригодится в хозяйстве денег стоит кто-то найдется учитывал то он там валялся уже наверное долго долго заберем да может мало куда-то пристроила на что ты нашел москальский посмотрим что это такое суши какая-то надо гуглить так это половинка чего-то я представляю кусок бронзы такой ну красавчик прикольно я щас посмотришь мои находки да я такого накопал ты офигеешь внутри тадам кусок на держи тоже медь собираешь его полдня с собой слушай смотри я значит что нашел я нашел вот такую штуку сначала подумал что это может быть скифская заколка но какая-то она очень это очень что-то да она какой-то и смотри какой кусок керамики нашел а там а там запахали понял садили елки и запахали я вот такой кусок керамики нашел такое пуговицу нашел еще в общем ничего хорошего давай скажи все ребята всем пока это ставьте лайки подписывайтесь на канал пишите комментарии давай это что там уметь смотри давай я скажу все друзья вот такая у нас общем экспедиция получилась всем кому понравилось видео ставьте жирные лайки пишите комментарии обязательно подписывайтесь на канал кто не подписан нажимайте на колокольчик чтобы не пропустить новой серии будут у нас еще экспедиции всем удачи всем пока мы же в лесу зачем ты пристегиваешься дорожного движения везде одни в лесу тоже нельзя их да нарушать едем домой друзья что книга убивают а ты боялся даже колеса не запачкал а а а а а а а Продолжение следует...